Ассаламу алейкум и рахмату Аллаху и баракату, дорогие братья, молодые люди, хочу обратиться к вам в связи со следующим явлением. Особенно в летний период среди молодых людей мы видим очень многих молодых, которые ходят в очень коротких шортах, которые еле закрывают область аурата, которую обязан каждый мусульманин прикрыть. То есть, которые еле-еле, едва ли закрывают колени, и которые слишком оголяют голень, а также типа маек и так далее, которые носят молодые люди. И таких людей можно порою встречать и даже в мечетях. В связи с этим хотел бы, конечно, сделать следующее напоминание и призыв. Некоторые молодые люди это аргументируют тем, что у них закрыта область аурата. Согласно хадису пророка, где сказано, что аурат мужчины — это между пупком и коленями. Да, это правовая норма, она такова. Но, однако, нельзя забывать о том, что ислам — это не только границы правовой нормы, это этика, это адаб. Давайте мы вспомним нашего пророка Мухаммада, выходил ли он на публику в общество в чем-либо напоминающем шорты, майки и так далее. Конечно же нет. Посмотрим на традицию всех мусульманских народов, традицию их одежды. Вся мусульманская одежда — это одежда, которая закрывает почти все тело мусульманина. Кроме того, есть иная норма, которая требует от нас соблюдения этических норм. Ученые и правоведы вывели следующую норму. То есть тот человек, который выходит за рамки этики, он непригоден в качестве свидетеля в тех или иных шариатских нормах. В качестве свидетеля такого человека не принимают. То есть если эта одежда тем более раздражает общество мусульман, тем более если это вызывает какой-то упрек, в такой одежде однозначно лучше не ходить. Мусульманину более подобает приличная одежда, которая закрывает его руки, целиком ноги, а не та одежда, в которой он ходит с волосатыми ногами и выделяющими рельеф его тела прилегающей одеждой. И поэтому, дорогие мои братья, я призываю вас придерживаться особой моды. Моды посланника Аллаха, моды Ислама, а не моды Европы и Запада. Да поможет нам Всевышний Аллах быть настоящими представителями этой религии. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.